Как ярко солнышко светит. Нас высшие силы приветствуют и благословляют. Пусть все у вас, у всех будет хорошо. Пусть солнце вас освещает и благословляет. Кто вам завидует? Давайте посмотрим. И почему? Давайте для начала. Почему вам завидуют? Почему? Почему вам завидуют? В туз земли. Что тут я могу сказать? Во-первых, возможно, вы земной стихии. Телец, козерог, дева. Может быть, у вас асцендент. В асценденте есть эти знаки. Что такое асцендент? Знак асцендента на нас больше всего влияет. Даже больше, чем наш родной знак. Знак асцендента – это то, как мы проявляемся в жизни, в социуме. Очень большое значение, огромное влияние имеет знак асцендента на наш характер. Спокойное, уравновешенное, задумчивое. Вы можете вот так в одну точку залипнуть. Смотрите в одну точку, и вам хорошо. Вы можете просто вот так вот сидеть, задуматься о чем-то. Ни о чем даже. Опять же, вот на что-то вы смотрите. Залипнули, и вам в этом состоянии хорошо. Когда на душе тихо, спокойно и хорошо. Задумчивая. Спокойная, да, я говорила. Какая вы женщина, знаете, стабильная, размеренная. Может быть, у вас походка медленная. Все у вас должно быть по полочкам. Педантичное, может быть, даже. Ну, то, что порядок любите, это однозначно. Должен быть определенный порядок. Вы здесь не... Это не тот человек творческий, у которого творческий беспорядок. В квартире срача люди называют это творческим беспорядком. У вас все должно быть вот так разобрано. Одежда по полочкам. По сезонам одежда у вас, например, лежит или развешана. Все у вас расставлено аккуратненько. Вот так вот все. Дела у вас все налажены, да. В доме вы хозяйка такая вот размеренная. У вас все как бы по баночкам своим разложено. Экономное можете быть. То есть это не то, что экономное и жадное. Нет, а вы свои ресурсы используете рационально, да. То есть лишнего не покупаете, еду не выбрасываете, да. То есть вы покупаете так, чтобы было ни больше, ни меньше. Чтобы не выбрасывать, да. Это же все наши ресурсы. Потому что есть люди, которые на неделю закупаются, на месяц. Естественно, за это время часть еды уже пропадает. Потому что они не успевают ее съедать. Или в принципе не съедают. И выбрасывают, да. Это же все ресурсы. То есть вы такого не делаете. У вас все рассчитано, да. Строго вот так вот. Чтобы и на квитанции осталось то-то-то. У вас все вот так вот. То есть вы такая заземленная женщина. Приземленная, рациональная. Трезвомыслительная. Разумная. Прямо какое-то от вас как благородство веет. Люди могут думать, что у вас какое-то высшее образование. Что вы какой-то человек такой вот, знаете, вы непростой человек. Вот так люди могут о вас думать. Ну вот, собственно, вот то, что я перечислила. Ну вот поэтому вам и завидуют, да. То есть вы при своих каких-то скромных финансах, скажем так, можете выглядеть достойно. И семью свою накормите, да. Это же тоже способность. Способность. Из того, что дома есть. Из тех продуктов, что дома есть. Что-то приготовить вкусное. Тоже не каждая женщина так может. Не каждая женщина на это способна. Так, а почему и вам еще завидуют? Почему вам еще завидуют? Рассказывают, что завидуют тому, что вы смогли оторваться от какого-то мужчины. У вас были настолько тяжелые отношения, зависимые. Вы от него освободились. Вот какая-то женщина тут вам завидует. Да, эта женщина вам завидует. Да, это какая-то женщина, это точно. Потому что у нее тоже в личной жизни не ладится не так, как она хотела бы. Несчастная она в личной жизни. Но она не может от него уйти. Говорит, вот тоже я хочу от него уйти, но не может. Завязаны. А вы это сделали, вот поэтому она вам завидует. Ну, казалось бы, тоже, да, чему ты завидуешь. Но нет. А ведь тоже на это нужно характером. Сила воли разорвать вот такие тяжелые отношения. И в том-то и проблема, вот такой абсурд, да, абсурдность ситуации. Что вот такие вот тяжелые, абьюзивные, токсичные отношения, чем больше они токсичные и вот такие тяжелые, тем их тяжелее разорвать. Потому что у психики, психика привыкает к этому. Это раз. Создаются новые нейронные, новые нейронные связи. Это связь между тираном и жертвой. И все, вы уже без своего тирана не можете. Жертва уже не может без своего тирана. Уже начинает жертва его оправдывать. Ну, вот он такой человек. Такой он человек, ничего не поделаешь. Жертва начинает со временем. Вот тоже такой вот, как это называется, это в психологии синдром, да, стокгольмский синдром, когда жертва начинает оправдывать своего тирана. Ну, вот он такой человек, что ж поделать. Нет, так-то он хороший, так-то он замечательный вообще. Ну, вот выпьет дурак дураком. Это что это? Это оправдывание. А вот когда ж он именно выпьет, он с тобой это все делает. И неизвестно, чем это закончится. И неизвестно, ты в следующий раз останешься жива или нет. То есть вот эти все оправдания, они приводят к чему? К каким-то печальным исходам оправдания, да. Это вот он, наверное, приелись друг к другу, поэтому он себя так ведет. Нет, это все жертва просто уже начинает своего насильника и тирана оправдывать. Или, например, что касается родителей. Начинают тоже люди родителей оправдывать. Они такие и есть. Не то, что их оправдывать надо. Тут надо просто принять, что. В общем, про родителей тут другая ситуация, связанная с родителями там другая ситуация. Но что касается вот личных отношений, жертва склонна оправдывать. Так вот, вот эта женщина вам завидует, потому что она как раз вот не может уйти, а вы ушли. Мы выяснили, да, одна женщина вам завидует. Вы много раз пытались уйти, говорят, история тут. Но вы ушли все-таки. Там или мама сильно влияла на него, или сестра, или дочь старшая, или жена, подруга какая-то была возле него. То есть он даже как вас в дураках выставил, да. Он создал такую ситуацию, где вы оказались как посмещущим. И не надо сейчас говорить, что нет, это неправда. Это правда, просто вам, может быть, это неприятно слышать. Просто промолчите. Потому что карты показывают, что он вас выставил посмешищем. Эти люди знали, знали, что он к вам несерьезно относится. Не всерьез, не по-настоящему, а так вот понарошку. Кто вам еще завидует? Ага, и этот мужик вам тоже завидует. Поэтому он тут и вышел, поэтому и рассказывают. Мужчина очень жестокий, жестокий, тиран. У него какие-то психичные розлады. Человек не контролирует свои эмоции, не контролирует свои чувства. Вот его, когда разозлишь, и там даже не нужно сильно стараться, чтобы его разозлить. Просто что-то вот так вот сказала. Все, и он завелся, агрессивный очень. Он может и кулаком по стене стучать, или шмыряться чем-то. Замахиваться, ударить может, а потом говорить, ой, такого не было. Или, ой, ну ты меня сама вывела. Вот если бы ты не начинала вот этот разговор, если бы ты этого не говорила, я бы этого не сделал. На вас все, да, списывает. То есть вот эту свою агрессивность и несдержанность. Это психопаты обычно так поступают. Психопатия вот такая. Они не контролируют свои эмоции, они сразу руки распускают. Они потом кого? Они обвиняют свою жертву. Вот это ты виновата. Вот это ж ты начала этот разговор. А вот не нужно было мне этого говорить. Ты знаешь, что я дурак. Ну отличное объяснение, да? Ты знаешь, что я дурак, поэтому что? Поэтому нужно ходить перед ним на цыпочках, в рот заглядывать, контролировать, что вы говорите, потому что, ну он же ж дурак, да? Очень удобно. Очень удобное такое вот объяснение своей вот этой несдержанности, агрессивности. Нет, ты не дурак, ты агрессивный. Это разные вещи. Не все же дураки руку поднимают. Опасный человек мог вас действительно бить, вас избивать, руку поднимать. И тоже пьет, пил, пил, возможно. И объясняет это тем, что вот это ты меня довела, это ты меня довела. Ты знаешь, что я дурак. Не трогай меня. Зачем ты меня трогаешь? Ну и так далее и тому подобное. И вы, конечно, уже ходили на цирлок перед ним, лишний раз его не трогать, лишний раз ему ничего такого не говорить, чтобы его не разозлить. Да, вот такое вот спокойное. Вы не могли расслабиться, вы не могли нормально жить. Потому что это нужно постоянно себя контролировать, чтобы что-то лишнее не ляпнуть, не сказать. Да, это же ненормально. Это же ненормально. В тупик вы зашли. Вы поняли, что так дело не пойдет. Это бессмысленно. Как бы вы себя не вели хорошо, как бы вы себя не контролировали, вы все равно оказывались виноватой, виновной. И дело в том, что с каждым разом вот эта ситуация усугублялась и усугублялась. Как бы вы ни старались, как бы вы там не стелились, она наоборот еще хуже становилась. Он становился еще более невменяемым. Казалось бы, да, но вот я уже стараюсь ничего лишнего не говорить. А нет. Мужчина еще более хуже себя вел. Почему? Потому что он видел, что его тактика поведения работает. Он же видел, что вы к нему подстраиваетесь. Он понимал, что значит можно на голову вылезть. Она будет и дальше под меня подстраиваться. Понимаете? Это не тот случай, вот такие психопаты агрессивные, которые невменяемые. Это не тот случай, чтобы под них подстраиваться. Нет. Тут наоборот будет ситуация становиться хуже и хуже. Будет усугубляться. Вот эти проблемы будут усугубляться. Потому что он будет видеть. Ага. Моя схема работает. Рабочая. Она вся такая тихая, погладистая. Лишний раз рот не открывает. На какие-то темы, которые я не хочу разговаривать. Например, устроиться на работу. Она не говорит. Например, вы ему раньше говорили, устройся на работу. Он сразу скандал поднимал. А куда я пойду? Везде кидают. Кидают. Везде задерживают деньги. Найди мне хорошую работу. Вот найди мне. Найди мне и я пойду. То есть он сразу кричал, скандалил. И вы как-то уже перестали ему об этом говорить. Устройся на работу. Ладно уже. И сама я похожу на вторую работу. Вот как-то так. А он и рад стараться. Думает. О, схема рабочая. Понимаете? Схема рабочая. Это не те люди, которым нужно подстраиваться. Он же навстречу не идет. Он уже просто как паразитирует. Паразитирует на вас. И списывает это тем, что работы хорошей нет. Везде кидают. Везде задерживают. Вот найди мне хорошую работу. Или списывает все на то, что я дурак. Ты же знаешь, что я дурак. Чего ты меня трогаешь? Вот таким образом. Вот этот мужчина вам завидует. А чего ты завидуешь? Чего ты завидуешь? Стали сами себе жить. Он понял, кого он потерял. Он-то понял, кого он потерял. Но это же человек не поменяется. Никогда. Никогда. Или он как сожалеет, что палку сильно перегнул. Перестарался, что называется. Вот так. Жалеет, да, что он. Ну, знаете, хоть он и жалеет, но так, чтобы прийти с повинной какой-то, да, извиниться как минимум, прости меня. Нет, такого не будет. Он будет вам тут как-то гадить, мстить. Как-то вот давать о себе знать такое, напоминать о себе, чтобы вы о нем не забывали. Как-то вот такие, знаете, мелкие какие-то, ничтожные будут от него действия. Смешные. Ничего более. Вот он вам завидует. Завидует, потому что, как говорится, вы сейчас зажили по-новому. Вы без него зажили намного лучше. А он мог вам говорить, а кому ты нужна такая? Да кому ты с таким характером истеричка нужна будешь, невменяемая? Или, например, с детьми, да, да кому ты с детьми нужна будешь? А тут он увидел, что, оказывается, он, вы без него, вы без него даже прекрасно себе живете. То есть он все списывал, что, да если бы не я, да если бы не я, кому ты нужна была бы такая вот? Унижал вас, да, и приписывал вот эту услугу, заслугу себе. А он увидел, что, оказывается, вы без него, наоборот, еще лучше даже живете. Поэтому ж и изводится тут на говно. Как так? А он и в это свято верил. Он свято верил, что действительно вы без него пропадете. Ну это ж, да, вот это же психологическое, психиатрическое заболевание, психопатия. Не невротики, не невротики, психопаты, манипуляторы и нарциссы, они свято убеждены, что их жертва без него пропадет. Это болезнь. Это болезнь. Они не соображают, они не соображают, вы действительно, что они думают и что они делают. Понимаете? Это болезнь. Тут просто человеку нужно посочувствовать и держаться от него подальше. Иначе он вам жизнь сломает и психику сломает, как минимум. На этом я заканчиваю вам всех благ. До новых встреч, на новых раскладах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова